Этот новый для Кубани рекорд вовсе не стал предметом для гордости. 23 тысячи преступлений в общественных местах. Цифра всего за один год. В начале 2015-го пугающая динамика сохраняется. Число грабежей и разбойных нападений увеличилось почти на 19%. Ответа, почему так происходит, губернатор требует от руководителей правоохранительных органов, глав крупных городов и районов. На краевом совбезе в режиме видеосвязи выясняют причины и обсуждают план борьбы с преступностью на улицах края. В сложившейся ситуации действовать нужно незамедлительно, настаивает Александр Ткачев. Преступники не должны чувствовать себя хозяевами в наших городах и станицах Кубани. С нашими панациалами и уникальными ресурсами иметь такие показатели – это, конечно, на сегодня позор. Необходимо переломить ситуацию, восстановить жесткий спрос за улицу. Никакие экономические трудности или возможное сокращение штата в структуре МВД не должно отразиться на уровне безопасности в регионе. И здесь нужна совместная работа полиции, прокуратуры, краевых и муниципальных властей, общественности, казачества. Решительные меры требуются уже сейчас. Напомню, через пару месяцев начнется летний сезон. И в условиях наплыва туристов проблем станет еще больше. Уличные преступления фиксируют каждый день, докладывает губернатору, исполняющий обязанности начальника краевого МВД Юрий Кузнецов. Среди самых распространенных – кражи вблизи магазинов и аптек, на остановках общественного транспорта. Участились и разбойные нападения с оружием. При этом большая часть преступлений приходится на крупные города. Каждая десятая случается в Сочи, а каждая четвертая – в Краснодаре. За год в кубанской столице только по официальным данным население стало больше на 15%. Прирастает город и новыми микрорайонами. Чтобы следить за порядком, патрульных служб здесь просто не хватает. На уровне ЮФО у нас насколько преступность уличная в общественных местах, кражи, грабежи и так далее, насколько выше или ниже? И с этим по России. У нас ниже, ниже уровень преступности. По количеству, по абсолютным цифрам, да, мы идем с ростом, но по уровню мы, значит, ниже, чем в среднем по России и в Южном федеральном округе. Несмотря на то, что огромный вал населения, значит, и у нас все-таки курортный край. Какое количество вы бы хотели видеть на улицах казаков, дружинников? Как минимум в городе Краснодаре, значит, в городе Сочи их хотелось бы увеличить в два раза. В два раза, в таких крупных населенных пунктах. Потому что нам город Краснодар дает основной массив уличных преступлений. Я носу предложение проработать, естественно, финансовое обеспечение. Вот если мы в два раза увеличиваем в таких городах, как Сочи и Краснодар, во что-то обойдется, какую копейку для краевого бюджета. И второе, это, безусловно, система безопасных городов, она должна, то же самое, увеличение кратно видеонаблюдения. Скачок преступности отмечают и в курортных городах. В Туапсе число правонарушений увеличилось на 30%, а в Геленджике возросло почти наполовину. Орудуют преступники в основном на вокзалах, аэропортах и, конечно же, на пляжах. Здесь основная добыча грабителей – мобильные телефоны, планшеты и другие электронные гаджеты. В Геленджике большая часть преступлений, краж, совершается на пляжах и в местах, где находятся на отдыхе. Ну что мешает вместе с музыкой иногда напоминать нашим гражданам, которые отдыхают, и они под солнцем немножко расслаблены, напоминать о необходимости, чтобы они обращали внимание, что рядом у них находился телефон, его надо посмотреть на месте или на месте этот телефон. Самая сложная пора у полицейских начинается с открытием курортного сезона. Только в Сочи съезжаются сотни тысяч гостей. При этом цели отдохнуть преследуют далеко не все. Количество приезжающих туристов у нас растет с каждым годом. Только за последние два месяца у нас 423 тысячи туристов прибыло в город Сочи. Более 60% правонарушений, которые были совершены в прошедшем 2014 году, принадлежат приезжим нашим туристам. Необходимо сегодня заградить город от тех туристов, преступников, которые приезжают в город не отдыхать, а заниматься преступными деяниями. Преломить ситуацию нужно в самые сжатые сроки, требует глава региона. Одна из самых действенных и проверенных мер – профилактика. На улицах, которые патрулируют полицейские и казаки, шансов у преступников становится меньше. А значит, под контроль правоохранителей необходимо взять все кварталы и участки. Для этого планируют увеличить число казаков-дружинников. Дополнительный отряд из 100 человек уже сформирован и с июля готов заступить на службу, докладывает Ткачево, атаман кубанского казачьего войска. Планируем совместно с Главным управлением внутренних дел создать конную казачью группу при дружине Екатеринданского района казачьего общества для совместного патрули в лесопарковой зоне и окраина города Краснодара, дачных участков, труднодоступных местах на лошадях совместно с сотрудниками конного взвода отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции. За уличные преступления спрос будет с каждого. От участкового до главы района и города, говорит Ткачево, на уровне безопасности Кубани не должны отразиться никакие экономические трудности и сокращение штатов в МВД. В курортном регионе один из самых главных источников доходов – приток туристов. И лишиться его из-за разгола преступности недопустимо. В условиях кризиса, если люди отвернутся, перестанут ездить в Краснодарский край, не будут доверять свою жизнь, безопасность на территории Краснодарского края, даже грош цена, то мы оставимся банкротами. Принципиальная задача. Поэтому я обращаюсь к органам правопорядка, главам муниципальных образований, главам поселений, казачьим атаманам всех уровней взбодриться и по-настоящему заняться этим вопросом. То есть это непосредственный вопрос. Это самый серьезный, самый глубокий, и вот здесь мы не дорабатываем. Жду от полиции решительных мер, наступательных, профилактических, не просто самочетами, не разговорами, а конкретными вещами. Где нужны деньги, у нас будут деньги. Где нужна палка, дубинка, значит, будет дубинка. Кому-то надо по шее надавать, значит, будем давать. Я неоднократно слышу, ко мне обращаются люди по поводу дачных участков, периферийных частей. Чем дальше от центра, тем все кислее и кислее, и сложнее, и сложнее. Мы отвечаем за эту территорию. За каждое муниципалитет, за каждое поселение, обращаюсь к главам поселений. Без страха и упрека действовать на всех уровнях власти. Мария Крошина, Денис Москаленко и Денис Перец, Кубань-24, Краснодар.